Знаете, что бывает, когда долго доверяешь своей женщине и отпускаешь ее бесконечно в клубы? Однажды твое доверие, оно внезапно гаснет по какой-то непонятной интуиции, и ты едешь ее проверять. Знаешь, Ален, записываю тебе это единожды, и хочу, чтобы ты зарубила себе это на носу, что отвечать я тебе больше не собираюсь, поэтому вопроса не надо мне написывать тону сообщений, какой я классный и любимый парень. Классный парень – это не профессия, к сожалению. Вот, поэтому я просто проведу логическую цепочку моей бывшей девушки, которую я не хочу, чтобы в моей жизни дальше присутствовала. На протяжении полутора лет наших с тобой встречаний я тебе ни разу не задал вопроса, ни разу не задал вопроса, когда ты ходила с подружками просто потанцевать, ни разу. Я, естественно, понимаю, что это залепуха для оленя, пойти потанцевать с подружками. Ну, раз я по этим клубам, ну, ходи, ради бога, если это твое увлечение, и, как бы, ну, это вот уровень тот, который ты хочешь, ради бога, без проблем. Ну, вот вчера, вчера, когда ты в очередной раз мне сказала, что на выходных я с девочками планирую вылазку там тудым-сюдым, я просто, я никогда в жизни этим не занимался и не собираюсь заниматься в дальнейшем. Просто сам момент того, что мне интуиция подсказала, почему бы не проехать и не посмотреть и не убедиться, чтобы уже быть максимально спокойным в этом вопросе, хотя я не особо и переживал. Но лучше бы я не переживал и дальше. Потому что, когда я приехал в клуб в 2 часа ночи, я еще думаю, надо приехать туда часа в 2, в полвторого, знаешь, вот так вот. И очень, ну, только в том, вот этот вот свинотник, вот этот вот реально, только в том, что со входа очень хорошо видно барную стойку. И моя девушка, которую я знаю уже почти полтора года, она мне сразу бросилась в глаза даже со спины. Каково было мое превеликое удивление, когда моя девушка, которая называет меня любимым, которая планирует со мной детей, и сама мне об этом говорит. Ух, а я как бы, да, я просто подерживаю, у меня аж тряхает. Сидит за барной стойкой, держит какого-то парня за руку и целует его в губы. Алена, я слышать не хочу никаких оправданий, была ты выпившая, не помнишь ты, что было. Так хочется нахамить, вот честно, так хочется, просто ты не представляешь как. Но я не буду этого делать. То есть я, любимый, сижу с рогами и жду дома. А если я любимый, то тогда кем приходится тебе этот молодой человек? Супер любимый. Поэтому я тебя знать не хочу, дальше шатайся по клубам. В 30 лет главное, чтобы ты не завыла от того, почему я одна, и не впадай в депрессию. Всего тебе хорошего. Прошу обратить внимание на сообщение, которое она ему написала. Не как настоящий мужчина, да? Вот эти все манипуляшки. Хотя она виновата, она так жестко облажалась, и все равно она до сих пор продолжает манипулировать. Манипулировать.